Всем привет! Меня зовут Маргарита Балашова. Я доктор-ортопед клиники Реформат. И сегодня мы поговорим про мою любимую тему. Это керамические виниры или композитные. Выберем же, что из них лучше. Что такое вообще винир? Винир это накладка на зуб. Она бывает разной формы, зависит от функции, которую она выполняет. Для чего же ставятся виниры? Первое, это эстетическая функция, когда хочется, чтобы зубы были как у голливудской актрисы или актера. Второе, это функциональный момент, когда нам нужно восстановить прикус, когда нужно увеличить размер зубов. Или когда ваш зуб поврежден более чем на 30-50 процентов, тогда показаны керамические реставрации. Что же лучше, керамический или композитный винир? Сегодня разберемся. Первый вариант это композитные виниры. Я бы сказала со стороны своего опыта, что это временно изделие для зубов. Почему? Композитные виниры держатся как пломбы. Их нужно менять или полировать, шлифовать, чистить. И бывает такое, что они скалываются уже через несколько месяцев после того, как вы их установили. Средний срок службы композитных виниров это где-то два года. Композитные виниры являются временным решением, потому что они делаются из материала, который при засвечивании лампы сжимается. И поэтому чуть-чуть на микроны отстает от зуба. Может быть, вы видели, когда вокруг зуба образуются такие черные-черные улыбочки. Такого не должно быть. Это прокрашенный композит. И уже через два года после установки таких реставраций часто люди улыбаются, и у них потемневшая улыбка. И это не убирается с помощью гигиены. Также композитные виниры непрочные, они часто скалываются, а также впитывают в себя красители от еды, напитков, табака. То есть, со временем темнеют. И гигиена им уже не помогает. Это происходит из-за того, что материал пористый и может впитывать в себя различные вещества. Что же касается керамических виниров, это мой любимый материал. Почему? Потому что при правильной установке, при правильной подготовке зубов мы можем создать вам улыбку мечты на всю жизнь. И они не будут скалываться, они не будут впитывать в себя красители, и за ними очень легко ухаживать. Керамические виниры бывают из иммакс-керамики и бывают из поливошпатной керамики. В чем же разница? Иммакс-керамика вытачивается из одного блока и дальше раскрашивается техником. Она красивая, но менее естественная, чем натуральные зубы. Если же вы хотите жемчужинки в своей улыбке, то нужно выбирать поливошпатную керамику. Она минимальной толщины, а также техника ее делает методикой послойного нанесения. За счет этого она переливается и выглядит как естественный зуб. Какой материал выбрать? В первую очередь нужно проконсультироваться с доктором, потому что есть определенные показания и противопоказания к установке композитных, керамических и реставраций. Также бывает такое, что вам нужно поставить даже коронку, а не винир. Поэтому все нужно выбирать после консультации со специалистом. Но если вы хотите естественную улыбку, то спросите доктор, а вы ставите поливошпатные виниры? Как же фиксируются керамические виниры? Они склеиваются монолитом зубом, их невозможно снять. Не бывает такого, что вам надоели ваши зубы, вы пошли в стоматологию, их сняли и остались ваши зубы. Нет, даже в методике виниры без обточки керамика уже нельзя снять и вернуть свои зубы. Можно только поменять на новые реставрации. Как же происходит процесс подготовки зубов и фиксации виниров? Все керамические реставрации изготавливаются в лаборатории. Поэтому для начала на первом визите нам нужно сделать диагностику, 3D-сканирование, КТ ваших зубов. После этого решить, какое количество реставраций и какие виниры вам нужны. После этого первый прием, когда мы подготавливаем зубки к керамике. Этот визит доктор проводит с использованием микроскопа для того, чтобы сделать минимальную толщину реставрации. Сейчас уже не обтачиваю зубы так сильно, как это делали 20-30 лет назад. Сейчас мы можем сделать керамический винир толщиной с контактную линзу и практически не трогать ваши зубки. Следующий визит будет примерка керамических реставраций и, возможно, фиксация. Если нас все устроит после того, как работа приходит из лаборатории, то мы фиксируем в первый визит. Но бывает такое, что нам нужно что-то улучшить. Тогда мы примеряем и фиксируем на следующий раз. В общем, нам нужно от двух до пяти визитов, чтобы сделать вам идеальную улыбку. Композитные живениры можно зафиксировать за 1-2 визита. Они фиксируются долго. Врач вылепливает из пломбировочного материала каждый зубик и засвечивает специальной лампой. После этого полируется и вы уже уходите домой с новыми зубами. Как я уже говорила выше, срок службы композитных виниров пару-тройку лет. Срок службы керамических виниров может быть всю жизнь, если они грамотно изготовлены и правильно подготовлены зубы под их фиксацию. Чаще всего с использованием микроскопа. В таком случае виниры могут прослужить вам всю жизнь. Как ухаживать за керамическими винирами? Часто спрашивают, нужен ли какой-то особый уход. Нет, никакого особого ухода не нужна. Керамика такая же, как эмаль ваших зубов. Поэтому нужно чистить зубы два раза в день, использовать ирригатор, флосс, ёршики, в местах которых нужно это делать и вам рекомендует доктор. А также приходить на профессиональную гигиену и осмотр доктора-стоматолога раз в 4-6 месяцев. Бывают такие случаи, когда пациент ко мне приходит со сколом винира. Может быть разное. Укусил вилку, стукнул бокалом. То есть любой твердый материал, который может поранить и свой собственный зуб. Возможно замена реставрации всего одной, даже если сделано у вас все 28 единиц. Происходит это за два дня. В нашей клинике реформат мы используем самые передовые технологии. Это 3d печать, цифровые технологии, работа только под микроскопом с увеличением, а также много-много всего другого даже с использованием искусственного интеллекта. И конечно же мы делаем все виды виниров, даже самые лучшие эстетичные и толщиной с контактную линзу. Приходите к нам на консультацию в клинику реформат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова